всем привет это пионер диджи новосибирск и у нас сегодня необычный гость гость который представляет у нас отличное заведение заведение которое является одним из самых старых и прославленных заведений города новосибирска это диджей клуб рок-сити и у нас сегодня в гостях андрей фит привет как у тебя дела все хорошо приятно слышать начнем с таких вопросов более персональных уже к тебе когда начал заниматься диджеев там где играл как развивалась твоя музыкальная карьера я начал заниматься диджеевом в девяносто восьмом году моя карьера развивалась не очень стремительно но это был интересный процесс и он продолжается и надеюсь уже в меньшей степени по скорости но как-то может быть уже что-то внутренние какие-то боль да по качеству я конечно хотел бы чуть-чуть еще подрасти наверное я работал начал работать либо отдых как это может быть не странно показаться надо это было единственная большая площадка на тот момент где проводились хорошие мероприятия потом был поиск себя поиск работы это был изумрудный город это был клуб бегемот потом это был клуб рок-сити и потом долгие пять лет в городе москва столицу посетил так сказать пожил попробовал на вкус я посетил местами покорил не постесняясь похвастаюсь потому что работал в достаточно крутых заведениях с артистами мировой величины удавалось и познакомиться и постоять за одним пультом и привести и и поиграть это был и клуб мост это был форс club это была летняя успешная площадка friends масса всяких баров и прочих заведений увеселительных а тогда такой вопрос чем по твоему личному мнению человек который уже и тут и там так сказать проявил себя чем отличается клубная культура возможно какие-то кардинальные моменты но на твой личный взгляд клубная культура новосибирска от клубной культуры москвы я не думаю что она чем-то кардинально отличается и люди в москве людей москве просто гораздо больше вот в этом большая разница потому что открывая новый клуб ты можешь при правильной постановке соответственно бизнеса может все равно в любом случае рассчитывать на определенную простой куде и тебе не надо зазывать для этого полгорода чтобы лишь бы только пришли тебе этого бизнес был успешен это одно из таких как бы что упрощается эту историю с другой стороны люди в москве настолько скажем так избалованы да что очень сложно их удивить и поэтому этот бизнес строить сложнее чем жили в новосибирске на сибирске все таки мне кажется чуть попроще в этом плане с точки зрения совсем культуры до культуры которые музыкальные деятели пытаются привить и нести в массы то наверное разница заключается лишь в том что мы хотим и у нас что-то не получается в силу отсутствия денег удаленности нашего города от европы и всего прочего в москве это все гораздо проще потому что денег там в разы больше тоже спонсорские пакеты совершенно и близость европой она конечно упрощает систему привозов систему взаимодействия с клубной культуры заграничным поэтому отличие как таковых я не не увидел разница лишь в подходе и способах достижения там поставленных целей если если мы открываем клуб в москве у нас есть возможность каждый выходной привозить иностранного артиста и знакомить людей с какими-то новинками с вообще в принципе с дежеками музыканты здесь у нас конечно таких возможностей нет мы можем организовать какое-то мероприятие разовое там раз в месяц раз два месяца выделить при этом спонсорских денег и со которых нам хватит ну в лучшем случае да простят спонсоры на хороший какой-нибудь привоз столичного бежаки но никак не артиста величины там европы понятно логично то что мы находимся на небольшом так скажем удаление но это удаление съедает денежный перелет по сути по финансам ну выгодами да наверное логистика конечно много съедает но еще есть некое такое заблуждение которое мы никогда наверное не сможем развеять что и в сибири есть жизнь и некоторые персонажи вообще отказываются сюда ехать потому что во первых это лететь огромное количество времени для них это не прилететь москву там где перелет займет два с половиной часа там три от силы до сюда все-таки придется лететь около семи часов что говорить уж о владивостоке бедные люди данная на артист когда смотрит на карту он удивляется да логично ну давай тогда перейдем и последствия заведения которые ты представляешь замечательный клуб рок-сити один из самых одна из самых устойчивых площадок действительно зарекомендовавшая себя как очень замечательное заведение очень замечательный ночной клуб свои годы он менялся по-разному эволюционировал но не утратил актуальности абсолютно и наверное это одна из самых посещаемых площадок мы в свою очередь тоже советуем всем клубным людям посетить это помещение и не раз посетить что-то происходит расскажи как клуб живет в чем его жизнь какие вещи у вас там происходят какие-то привозы недавно был привоз точно знаю да клуб живет в принципе очень даже хорошо единственное есть проблемы с опять же с некими мифами которые откуда-то образовались и и тесно вошли в обиход словосочетание рок-сити и вот некоторые ассоциативные ряды которые возникают мы к сожалению с этим нет с этим боремся я не буду не буду говорить к сожалению я не хочу да да и мы с этим боремся мы делаем все возможное чтобы показать что клуб живет живет хорошо мы стараемся идти много со временем мы смотрим за тем что происходит вокруг и берем только самое лучшее и пытаемся это все донести как можно быстрее и лучше до простого слушателя до простого посетителя за последний год достаточно неплохо себя чувствуем на рынке ночной жизни города новосибирска потому что мы добавили себе современное оборудование мы добавили современный свет продолжаем усовершенствовать некоторые конструкции в самом клубе для того чтобы хотя бы визуализацию создать того что мы не клуб из прошлого все-таки шагаем много со временем пусть не все у нас сразу получается но не ошибается и тот ну тот кто ничего не делает мы делаем мы стараемся мы работаем и каждый день работаем для людей пусть не всегда у нас полная посещаемость но зато у нас достаточно качественные проходит мероприятие по поводу привозов опять же последнее время все-таки мы перешли больше на режим скажем сложно сказать самоокупаемости вот мы своими силами гораздо можно сделать интереснее мероприятие чем нежели с каким-то привозным артистом что касается столичных естественно гостей что интернет настолько повсеместно вошел нашу жизнь и нет никаких укропных уголков где бы можно было не отыскать музыку до вкусу наших движеки достаточно хороший и какие они следят за новостями за новостями за трендами музыкальными поэтому с точки зрения музыкальной и истории у нас все хорошо более чем артисты которые приезжают они слышат что мы играем и они очень иногда удивляются потому что приятно в приятном хорошем смысле потому что ну мы стараемся держать некий уровень пусть он далек еще от совершенства да мы не стоим на месте очень приятно на самом деле слышать то что вы совершенствуетесь да клуб меняется клуб живет это такой фактор если клуб живет значит какие-то изменения обязаны быть в нем да очень приятно это слышать дежаки и сразу небольшой анонсик сделаю мы запланировали целую череду видео миксов резидентов замечательного клуба так что слова которые сейчас андрей сказал они не будут голословными дежаки и будут у нас на студии записываться и каждый вас обязательно удивит да мы конечно же хотим показать и музыку которую играем которые предпочитаем и то что мы играем в клубе непосредственно поэтому музыка имеет достаточно большой спектр по по направлению это не какой-то определенный стиль это мультиформат естественно сложно за час уложить все то что ты хочешь показать и донести но мы будем стараться сделать по максимуму и показать достаточно хороший качественный продукт ну ну простим вам на самом деле задачу мы вас сразу заочно еще раз приглашаем уже другой музыка который вы хотите ну а сейчас наверное не буду долго тебя томить начнем начнем а и а и а и и и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что же, отличный материал, веселый, бодрый Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока! ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok